а друзья всем привет с вами семён калмыков в этом видео хочу вам рассказать вообще что мы сейчас делаем в рамках проекта пневмат 24 у нас вот 19 марта буквально была первая игра в дальнейшем планируется организация выездных игр это будет не просто игры в которых мы приехали постряли уехали это будет огонь продукт мы будем туда включать какие-то вещи типа шашлыков салют может будут приезжать гитаристы играть песни у костра посидеть с друзьями пообщаться перетереть какие-то темы обсудить какие-то проблемы познакомиться наконец с новыми людьми площадка наша основная которая будет предназначена для таких целей она находится между москвой и тверью также будем проводить мы игры в основном по страйкболу они будут проходить скорее всего на площадках которые либо в москве либо недалеко от москвы чтобы можно было приехать одним днем пострелять с друзьями уехать а если говорить о нашей первой игре которая прошла 19 марта на полигоне в макшино это между москвой и тверью парни кто занимается обустройством всей этой площадке они там уже сделали крытую площадку достаточно квадратных метров играла 20 человек тесно не было то есть прямо в помещении бегали стреляли сначала поиграли лазер так попробовали люди вообще ну людям понравилось было реально круто все дымились погода была достаточно холодно но было очень жарко потому что бегали побегали страйк а позорвали гранаты в помещении это была наша большая ошибка парни как вы тут дышите очень а если говорить про сравнение лазер так и страйк лично мне больше понравился страйк потому что здесь больше чувствуется ваш это вылетает ствола когда падаешь слышно такие касается до чувствуешь телесные ощущения это вот очень очень приятно в том же лазер таки он на самом деле тоже интересный он более активный потому что больше бегаешь но больше для 7 вообще идеально с детьми это вообще просто огонь потому что полностью безопасно с детьми прям прямой путь а что касается страйка это такой более уже суровый вид военно-тактических игр больше подходит конечно для мужиков кто любит больше харда на первую игру сделали грубо говоря даром мы привезли все свое оборудование которое у нас было на складе и люди сами выбирались из чего стрелять ну затем мы сделали шашлычок посидели с друзьями отдохнули покушали главная наша задача вообще это будет сделать какой-то такой комплексный продукт допустим человек приехала до приехал часам 12 выспался в субботу пострелял побегал в часика 45 возможно 6 игра тоже должна быть конечно на сюжетом будем это все думать будем приглашать экспертов по этой теме потому что пока что мы не очень в этом разбираемся но есть большое желание это самое главное а затем будем проводить какие-то либо шашлыковский ну какой-то team building костер гитара это все будет круто вообще целях и построить сцену куда могли прижать артисты выступать по вечерам остальные люди сидели бы просто общались слушали прекрасную музыку на берегу волги кстати да там на нашей площадке который мы планируем делать именно подвыездные мероприятия не на один день там рядышком волга есть редисон то есть кто не любит палаточный отдых сможет уехать в редисон снять себе нормальный номер там буквально метров 500 от нашего полигона но сейчас мы выглядим достаточно глупо потому что мы только начинаем в этом направлении двигаться но я уверяю вас через полгода нам будут завидовать все строгболисты россии будут к нам ездить на игры потому что это будет реально круто осталось просто набрать достаточно народу чтоб нас заметили на рынке и мы сделаем все чтобы это случилось потому что мы стремимся сделать очень качественный и сильный продукт который будет а по вкусу всем и все будут довольны друзья поэтому под этим видео будет ссылочка на предварительную регистрацию на будущие наши игры обязательно вводите свой email жмите кнопку и вам в дальнейшем будет приходиться информация по поводу будущих событий очень удобно и вы ничего не пропустите также если будет необходимо нужно оборудование ссылочка будет также в описании все сможете приобрести позвонить пообщаться с вами был Семен Калмыков и до скорых встреч пока все окей нормально звонили мне уже звонили